быстрые кимчи или кимчи салат когда кальянки не готовят очень много кимчи у них нет запаса они делают кимчи по-быстрому готовят на сегодня поесть на обед на ужин ну и на завтра то есть это кимчи который долго не хранят а съедает его быстро соответственно готовится она тоже быстро ознакомьтесь с ингредиентами и мы приступаем нам понадобится 2 кочана пекинской капусты мы должны будем снять с нее верхние листья до тех пор пока нам не покажется кочерыжка листья откладываем в сторону и появившуюся кочерыжку срезаем так чтобы нам были доступны другие находящиеся ниже листья снимаем еще слой листьев опять видим кочерыжку и опять срезаем столько чтобы можно было отъединить и рассоединить следующие уже находящиеся у основания листья внутри будет находиться такой черенок точнее даже цветок семенами он нам не нужен можете конечно его посадите вырастить свою капусту и так что мы теперь делаем теперь мы нарезаем листья то есть не так когда когда мы готовили кимчи который хранится надолго мы целиком капусту вы сначала засаливали а теперь мы все листья нарезаем разрезаем их на пополам и затем на более мелкие части приблизительно такого размера когда листья очень объемные соответственно когда у них нижняя часть больше похоже уже на лопухи туда и ту нижнюю часть мы отдельно тоже напополам разрезаем нарезаем и все складываем в общую кучу нам понадобится глубокая посуда вот получается такой внушительный объем но он уменьшится поверьте теперь заготовим 4 5 стручков зеленого лука просто нарезаем мелкими кольцами и белую часть и зеленую сразу тоже теперь добавляем наш нарезанную капусту соль понадобится где-то одна треть большой чайной кружки соль мы с вами засыпаем лучше брать большую крупную морскую соль чем мелкую соль и все хорошенько перемешиваем и отставляем в сторону на 2-3 часа зимой и на 1 час летом то что жарко чтобы капуста дала воду за это время делаем базу кимчи то есть основа для маринада наливаем небольшую кастрюльку жаренцу который побыстрее нагревается 180 миллилитров воды это на тот объем который мы делаем на 2 кочаной капусты и 2 столовые ложки муки обязательно нужно использовать холодную воду не надо класть муку в горячую воду все это хорошо размешиваем и разбиваем комочки муки это важно разбить комочки и все это начинаем варить на медленном огне все время помешивая и желательно в одном направлении до состояния вот такой вот жидкой вареной сгущенки до состояния вареной сгущенки тогда наша база для кимчи готова мы оставляем в сторону чтобы она полностью остыла и перед этим добавляем еще 180 миллилитров воды и хорошенько эту воду размешиваем то есть она уже автоматически остужается но не до конца поэтому оставляем в сторону чтобы она совсем абсолютно остыла возвращаемся к нашей капусте за это время вы видите что произошло как она сжалась и уменьшилась в размере соответственно можете понять что мы получаем 2 кочанок и теперь нам нужно будет избавиться от той воды которую дала капуста за это время поэтому перекладываем ее эту воду сливаем чем отличается это кимчи быстрого приготовления а тем что нам будет хрустящие в отличие от того кимчи которая заготавливается долго теперь промываем капусту можно сделать это в стоящей воде или в проточной воде главное чтобы вода была холодная и сделать это нужно будет три раза такой кимчи очень хорошее решение для летних салатиков внизу устали есть и салат который уже знаете но попробуйте приготовить это я уверена вам очень понравится теперь отставляем капусту в сторону отекать где-то на 30 минут и следующий момент делаем маринад за это время время база кимчи основательно остыла мы заливаем какую-нибудь глубокую форму удобную для перемешивания и загружаем другие ингредиенты такие как красный молотый перец нам понадобятся две стандартные такие чайные кружки перец везде вообще-то разный но разные уровни остроты поэтому тут надо немножко поэкспериментировать затем молотый чеснок три головки мы с вами очищаем нарезаем перемалываем и добавляем затем имбирь пол столовой ложки свежий имбирь если нет свежего имбиря можно использовать порошок и рыбный соус вот это обязательно ингредиент пропускать опускать заменять нельзя пол чайной кружки нам с вами понадобится на такой чайной кружки добавляем и все это мы с вами хорошенько перемешиваем но у нас впереди еще один ингредиент незаменимые вещи на каждой кухне это соль и сахар значит сахар мы с вами добавляем три столовые ложки и соль одну столовую ложку так как рыбный соус он тоже соленый и перед этим мы капусту еще засаливали чтобы нам воду дала так что соли больше класть не надо все это хорошо перемешиваем вот и такого состояния соусного тогда наш маринад готов берем капусту которая за это время уже отекла и складываем какую-нибудь удобную глубокую форму для перемешивания пластиковый тазик просто идеально и выкладываем туда всю массу весь маринад у нас получился если вдруг немного лишний останется не страшно поставьте в холодильник и на следующий день еще до маринуете докупьте кончанчик и можно еще раз салатик сделать все это мы с вами хорошо перемешиваем наденьте обязательно перчатки потому что руки будет от перца конечно же жечь и вот такая вот красота лепота зелено-красный у нас с вами получается всю эту красоту нам нужно с вами переложить в контейнер пластиковые стеклянные это не важно как я уже говорил это быстрые кимчи быстрого приготовления и она не предназначена для долгого хранения его надо съесть быстро за один-два дня если у вас кунжутные семена есть тоже добавьте вот что у нас получилось накрываем всю эту красоту крышкой и в холодильник или едим прямо сейчас ой ой погодите погодите мне кажется еще рано до сердечек мы что-то забыли а забыли мы зеленый лук поэтому закладываем зеленый лук и все еще раз хорошенько перемешиваем зеленый лук не забывайте как я говорила пунжутные семена если есть ты их можно и даже нужно добавить вот теперь все готово накрываем и едим или в холодильник приятного вам аппетита лайкайте подписывайтесь